Друзья, привет! Вчера прошли Советский канал, вышли уже из Красного моря в Средиземку Ну и рано утром должны были зайти в порт Александрия, Египет Не знаю, по какой причине мы в порт не зашли, сказали на якорь, сейчас будем становиться на якорь Покажу вам Конечно, в Средиземке чуть попрохладнее, чем это было в Красном море, особенно в Советском канале Кстати, Советский канал тоже для вас отснял Это будет вообще, наверное, первое видео такого вот формата для вас, Ютуб Так что, надеюсь, будет интересно Ну а мы пока по палубе пройдемся Так вот выглядит палуба контейнеровоза, матросы следят за этим всем Конечно, ржавчины довольно много, но в процессе Средиземка Очень теплая, несмотря на... Что у нас? Практически ноябрь, конец октября сейчас Ну и вот на якоре стоят пароходики, якорная стоянка Даже берега видны Может быть, даже связь будет добивать Ну и посмотрим, что там ребята уже все приготовили Не знаю, какой якорь будет Левый, правый Ну а это контейнеры Вот так вот стоят контейнеры Конечно, расскажу вам, как крепятся контейнеры Все увидите Длина судна 350 метров То есть по палубе мы сейчас с вами так 350 метров прошлись практически Ну мы не с самой кормы, правда, шли Здесь круг спасательный Пожарные гидранты, пожарные рукава Шумит вентиляция Очень сильно Ну и якорь, как и вчера Левый будут Бросать Так, что-то никого нет еще А где все? Сейчас покажу вам якорную лебедку Наверное, самый брутальный механизм на пароходе Главный двигатель и якорная Так, ну а сейчас посмотрим Красивый цвет воды Опять стала синяя Потому что Утром была такая зеленцой Якоря я не вижу Что, еще не готовили? Вообще матросов я не вижу еще Но боцман был Якорная цепь Длина цепи более 400 метров На судне Вот такой вот Шикарно И сейчас все это будет вылетать в воду Вот туда Там якорь Вон якорь Обычно отсюда я снимаю Видео Записываю вам что-то Рассказываю Это место для прожектора С которым проходят Суэцкий канал Вчера Ставили Он такой прям огромный Ну, будем проходить еще Несколько раз Суэцкий канал Обязательно покажу вам Ну и все Крайняя точка судна Посмотрим На бульт Ну, здесь судно После драйдока Оно ремонтировалось В апреле Поэтому все Там внизу Покрашено Красиво Якорная цепь Еще не поцарапала Бульт Ну, сейчас увидите Сейчас увидите Вода прозрачная Очень Жалко Нет Живности Дельфинов Никаких Нет Хотелось бы Увидеть Так Ну и тишина Мачта Вот Тифон Которым гудит Пароход Его тоже Проверяли На прошлом Судне Показывал Как он ремонтируется Как гудит пароход Ну, проверим Увидите Покажу Готов уже Энкор Бол Вывешивается Когда судно Становится на якоре Ребята Под нему Тоже посмотрите Как это выглядит Вот там он будет Висеть Вот там О Движения какие-то Начинаются Ну и пойдем Посмотрим Лебедку Обойдем Якорную Краской Пахнет Палубу Ребята Красили Видите Все Ухожено Покрашено Синего Чересчур Много Да 18 Тон Якорь Весит Сейчас Будут Метр Над водой Якорь Опускать Дев locally Мэри МNE Мbir Мер М М М 1 метр над водой сейчас ну и с этого положения будут бросать осадка у нас по-моему 13 метров надо что вы видите прозрачность воды 13 метров под водой это они моют что ли красота вообще никогда такого не видел сейчас спрошу для чего так делать короче капитан хочет вот так я не знаю почему но начальству виднее якорь видно да под водой вот вибрация пошла а 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 Ну я не часто это видел, в принципе, механики не часто здесь бывают, но все-таки. Крутально, конечно. Короче, в общем, вот так вот все это было в очень щадящем режиме. Но у них когда-то, я знаю, что полгода назад была проблема с этой лебедкой, может быть, поэтому капитан аккуратно это все делал, вот так вот. Но обычно выглядит это намного брутаннее, прям якорь в воду, цепь в воду. Ну как вчера, когда в Советском канале становились на якорь, я снимал, все показывал. Ну, я думаю, не последний раз бросаем якорь. Зашел на мостик узнать, что мы якорь так медленно бросали. Ну и второй помощник сказал, что из-за довольно большой глубины на якорной стоянке, вот видите, 54 метра, потому что обычно глубины там около 30 метров, капитан принял решение так медленно бросать. Был на мосту, только что видели, рассказывал вам про глубины, капитан зашел, ну и как раз подтвердил, что глубины чуть больше обычных, поэтому он так прям очень аккуратно опускал его, сказал уже достаточно якорей здесь потеряли. Ну, его решение, стоим до полуночи, хотя все может поменяться, птица летает, ну берег в принципе близко, вот, вот там вот берег. Завтра такой прям рабочий день будет насыщенный, ну и напишите, что хотели бы увидеть на судне, задавайте вопросы, буду отвечать по возможности. Ну и на связи, онлайн из океана, 26 октября.